Как отреагировали на «Жеребьевку» и довольны ли вы командами, которые попались к вам в группе? Честно, вообще без разницы, с кем играть, поэтому я даже не смотрел «Жеребьевку» и не знаю, с кем мы играем. Поэтому главное, чтобы мы собирались, получали удовольствие и выигрывали, в принципе, как сегодня. Хотя старый, ну ему 30 лет, человеку все равно, понимаете, он вечно молодой, вне лимита играет, ему вообще все равно, у кого приезжать, он приедет 20, забьет, и мы выиграем все равно. Любой соперник, нам по зубам, я думаю. Ну а группа-то, а что, кто у нас? ВАЗ и кто-то еще? Ну, ВАЗ, наверное, с ними будет игра за первое место. В целом, там, если пловем две команды, то, я думаю, мы выйдем без проблем. Да и с первого должны выходить. Ну а дальше МЧС, крылья света, входом соперники сильные самые. Наверное, с ними будет интересно. А до этого надеемся, что Семен вылечится и без антибиотиков приедет на игру и сыграет великолепно. Да, заявка у нас хорошая, перспективная, но никто не хочет ездить на эти турниры, пришлось даже на Илю паспорт сделать, поэтому тяжело нам было, скорее всего. В какой форме команда подошла к кубку? Готовились ли вы? Были у вас ежедневные тренировки? Ну, уже по две тренировки в день специально готовились, чтобы сыграть с Юнионом. Ну, попробовали. Лечь с Нью. Что еще? Стать с кровати или лечь с Нью? Нет. Приготовили по пять стандартов с каждой стороны. Тренировались, готовились, чтобы сыграть пятером и выиграть. Все получилось. Да, ну, на самом деле, парни же сегодня играли на город утром. Помимо двух тренировок сегодня? В 9.30, да. Поэтому тяжеловатый матч для них. Я был удален, поэтому поспал в целом. Мне было хорошо, парням тяжеловат, наверное. Надеюсь, в следующие выходные не поставят в один день. Хотя, с другой стороны, в один день удобнее, не надо два дня тратить на футбол. Ну, короче, посмотрим. Так, подготовка нормальная в целом. Иногда тренировки бывают. Да? Да. Ну, или что скажешь? Вы все сказали. Все прекрасно. Следующий вопрос. Насколько для вас комфортен формат этого турнира? Пять на пять и паркет. Я думаю, он нам самый близкий, скорее всего. Поэтому мы приезжаем четвером. Ну, нет, мы все, я думаю, в кондициях. У нас чемпионат вузов. И поэтому мы любим вообще этот вид спорта. Поэтому приезжаем как можем. Да, у нас стабильно где-то шесть человек ставит плюс на игру. Поэтому вот этот формат, где пять человек, один запасной, это самое то. И, в принципе, вообще сегодня классно играли. Мне все понравилось. Бегали, открывались. Вовремя менялись. Поэтому, ну, вообще класс. Сегодня все было круто. Все отлично. А можно приедет победить? Конечно, мам. Нет, ну, моим папе тоже можно, да. Мама, папа, Света, всем привет. Всех люблю. Никите Охтину хочу передать привет. Два раза я его сегодня обыграл в НБА перед тем, как поехать на эту игру. Поэтому, Никита, передаю привет. Лос-Анджелес Крипперс, Чикаго Буллс, вперед. Поделитесь, пожалуйста, еще своими впечатлениями о сегодняшней игре. Ведь соперник был довольно сильным. А ждали ли вы от него такой результат? Соперник сильный, да. Сегодня, да? Сегодня, да. Сегодня. Сейчас. Да. Соперник был неплохой, в принципе. Они поняли, что нас мало, что нужно бегать. Но у нас были свои заготовки, чтобы их вскрыть. И, в принципе, все получилось классно. Ну, на Иль сегодня был просто MVP, мне кажется. Он был в порядке. Да, нет, они единственное, в чем могли нас столько перебегать, скорее всего. Поэтому, ну, как сыграли, так сыграли. Нет, у них получилось, что мы просто играли, а не бегали. Да, скорее всего, вот так вот. Но при большем желании, возможно, они бы могли сократить и, может, даже в ничью сыграть. На самом деле, еще один старый из команды – это Ильнур. Мне за пару часов до матча опять написали, что мы, наверное, проиграем снова, как обычно. Ну, единственное, я думал, что, вероятно, может быть, так как команда из Политеха, может, они кого-то с мини-футбола подзаявят, ну, то есть на турнир. Потому что из Политеха еще молодежка, там, Игорь Казмин, наверное, будет бегать. А тут… Ну, да, ну, все равно, ну, неважно, но они все равно хотя бы, ну, понимали, как играть в мини-футбол. Вот. А парни никого не подзаявили, играли тем, кто есть на 7 на 6, ну, сколько, 6 на 6. Вот, ну, поэтому, да, старый все правильно сказал, они только бегают. То есть, а мы, я не знаю, мы старались с ней бегать, то есть, и выиграли, слава богу. У Ильнура день рождения, поэтому с днем рождения, Ильнур. Да, тоже еще одно старое день рождения. Всех с днем рождения. Легенда, я всплывал. Ильнур, главное без стилька, строго без стильного. Все, только вперед. Он уже утром привез, поэтому сейчас было вообще не страшно. Все хорошо будет. Норму выполнен. За прошлым году вы были третьими, а в прошлом вылетели в 1-8. Какие планы у вас на этот год? Когда Кастиле была третья, я играл за горняк. Женя учился играть мини-футбол. Наиль, наверное, воспитывал детей, я не знаю, где он был. Поэтому мы ничего про это не скажем. Нет, я был в той команде. Он был, да. А, точно. Рассказывай. Да. Какой вопрос был? Какие планы? Внуши, внуши, не спать. Да нет, планы, конечно, на финал, на победу. Но надеюсь, что мы будем собираться хотя бы двумя четверками, тогда у нас будут шансы. В прошлом году мы вылетели, потому что у нас не хватило как раз ресурсов, чтобы пройти дальше. Опять же, собирались там пятером, шестером, четвером. И там, ну, с такими ресурсами нельзя дойти до финала. Поэтому вот так. Ну, надо просто подъезжать и бороться на рамах. Там, с молодежкой, крыльями, МЧС, которые сейчас играют. Еще там какая-то команда, я видел, которую Калышникова и Расула подписали. Вот, я думаю, тоже неплохая будет команда. Вот, я думаю, с ними встретимся там в четверть финале, не знаю. В каких-то таких уже стадиях, где будут плотные матчи. Ну, думаю, там, Роман Жили наконец-то приедет на СФЛ. Дегионер наш тоже друг Романа подъедет. И мы уже нормальным составом хотя бы две четверки покажем нормальный футбол. Мини-футбол. Да, на самом деле, вот игра, как сегодня, она непоказательная. На уровне у нас старого камера. Да. Так, да. Сегодняшняя игра, она непоказательная. Показательная будет, наверное, следующая, военная академия связи. Хорошая команда, где будет тяжело, они будут носиться. И не просто носиться, как бы грамотно. Там уже надо будет прямо поиграть. Такие игры, как сегодня, и вот, наверное, финансист, они будут не совсем показательные. Поэтому будем стараться, будем мотивировать Романа, Максима Першина, доезжать. Не знаю как, но будем стараться.